С опытом работы в профессии мне достаточно одного взгляда, чтобы понять, какая кожа у моей модели. Хотя приказнуться к прекрасному никогда не помешает. А кожа у моей модели нежная, чувствительная, и я уже знаю, что применить. Это тот самый случай, когда мы можем сказать, мал золотник, да дорог. Увлажняющий крем для чувствительной кожи La Mer. И, пожалуйста, обратите внимание, что крем мы наносим не ладошками, а кончиками пальцев, слегка прихлопывая его. Для придания нашему макияжу большей стойкости, я буду использовать легендарный продукт от компании Pro Makeup Lab. Супер Бонд. Я нанесу этот продукт на так называемую Т-зону. В принципе, вы уже поняли. И, пожалуйста, не забываем про губы. Я использую бальзам для губ от компании Гималая. Так что переходим к так называемой тяжелой артиллерии. Хотя в данном случае я предпочитаю сделать продукт более легким. Поэтому я смешаю тональник от компании МакПро и жидкий хайлайтер от Ольги Романовой. Вы уже все наверняка слышали о так называемом треугольнике красоты, который я высветляю в первую очередь. Думаю, ни для кого не секрет, что в своих работах я использую кисти собственного производства. В данном случае я использую кисточку из ворса Соболя. Идеальная для жидких текстур. И, как вы видите, я наношу тон круговыми движениями от центра. Прекрасный жидкий корректор от известной марки. Подходит к цвету курки, но не к оттенку кожи моей модели. Поэтому я буду использовать стойкий корректор от компании МакПро. Текстура этого продукта позволяет нанести его равномерно. И знаете, что мне очень нравится? Его нельзя сделать чересчур много. Идеальная формула. Достаточно нескольких движений. Кстати, не забываем рассветлить центр лба. И наш треугольник красоты идеален. Почему бы не применить тот же продукт для усиления стойкости макияжа век? Но я передумал. Для нанесения румяна я буду смешивать два продукта. Стойкую помаду от компании Estrada. И помаду в карандаше от легендарной Chanel. Зная, что эти два продукта имеют абсолютно разную консистенцию. И важно их аккуратно и равномерно перемешать. И если вы помните, я всегда создаю эффект бокала шампанского. Второй же будет на совести модели. Обращаю ваше внимание, что цвет компактной пудры, которую я использую, не совсем подходит под оттенок кожи нашей модели. И если вы столкнулись с такой ситуацией, пожалуйста, не переживайте. Мы всегда можем нанести эту прекрасную пудру от Ольги Романовой равномерными движениями. И главное, обратите внимание, я это делаю в одно касание. У моей модели прекрасная форма лица. Классический овал. Поэтому в скульптировании нам особо нет необходимости. Если, конечно, вам очень горит и вы мечтаете иметь скульптор, пожалуйста, используйте хороший скульптор. В данном случае я использую скульптор от компании Artvisage, мой любимый номер 208. И просто подчеркните вашу натуральную и естественную форму лица. Любите свое лицо. А вот и причина, почему я не стал использовать корректор на подвижное веко. Я решил использовать стойкие тени от компании Inglot. И классические сатиновые, как видите, золотые от компании L'Oreal. Перед нанесением их важно хорошо перемешать. У меня такое ощущение, что все-таки цвет курки дал о себе знать. У моей модели слегка глубоко посаженные глаза. Поэтому я наношу одну кисточкой продукт равномерно на все подвижное веко, а второй растушевываю с акцентом в складке века. При такой легкости макияжа очень важно прорисовать каял. И кстати, перед использованием любого карандаша обязательно подточите его. Гигиену никто не отменял. Оба продукта от Ольги Романовой. После некоторых раздумий я все-таки решил усилить наш макияж и нанесу те же золотистые тени в складку века для придания большей интенсивности. Примерно так. Уверен, многие знают мою классику. Скульптирование складки века. Если вы помните, я уже говорил, что у нашей модели слегка глубоко посаженные глаза. Поэтому я прорабатываю мантирующим скульптором чуть выше складки века, практически под бровкой, и не забываю сбалансировать нижнее веко. И в данном случае важна легкость нанесения. Следующий этап. Ресницы. Я надеюсь, что у меня нет необходимости представлять мой авторский продукт Бигудилка. Она позволяет мне подкрутить практически любые ресницы для нужного и выразительного эффекта. У моей модели прекрасные ресницы. И я решил использовать удлиняющую тушь от компании Yves Rocher. Как вы знаете, для более выразительного эффекта я всегда наношу тушь от корней, плавно подкручивая их вверх. И если вдруг дрогнула рука, не страшно. Ватная палочка всегда нам в помощь. Напоминаю, чтобы придать большую выразительность нашим глазам, нам необходимо сбалансировать нижние ресницы. Наш макияж очень легкий. Поэтому яркие и выразительные ресницы будут нашим акцентом. По привычке взяв карандаш для бровей, я понимаю, что он нам не нужен. И это тот самый случай, когда естественная красота побеждает. Ограничимся прозрачным гелем от компании Max Factor. У моей модели идеальная форма губ, поэтому мне не остается ничего другого, как взять карандаш от компании Vivienne Sabo в натуральном оттенке и прорисовать естественный и красивый контур. И это тот самый случай, когда натуральная естественная форма губ выглядит намного привлекательнее и будет подчеркивать наш макияж. Я надеюсь, вы помните, чем мы наносили румяна. Да, это та же самая матирующая помада от компании Estrada. И если вы хотите иметь четкий и выразительный контур, даже при натуральном оттенке помады, вам всегда поможет простая кисточка для губ. Главное, нанести помаду равномерно. Примерно так. В принципе, макияж губ можно считать законченным. Но зная, что моя модель прекрасный визажист, я уверен, что она нанесет блеск от компании Max Factor лучше меня. В этом случае я ей доверяю. И, конечно, каждый из нас ждет своего результата. Главное, вовремя становиться. И, как мне кажется, наша совместная работа получилась вполне приличная. И в завершении макияжа моя любимая классика. Полировка. Напоминаю, что я использую фиксирующий спрей от компании Scandinavia и равномерными движениями, обратите внимание, поглаживаниями, полирую лицо. И это тот самый случай, когда легкий и выразительный макияж балансирует яркий цвет одежды. И, похоже, автор сам в восторге. Надеюсь, вы, мои дорогие любители красивой жизни.